Что там? Давай, берем ножницы на кровать. Так, давай сначала покажем, что там такое. Это лего для детей от 7 до 12 лет. Там вот такая должна попасться нам фигурка. Откроем? Вот она. Как ее зовут, я не знаю. Ребята, нам вот скажите, что это за фигурка. Так, правильно, ножницы возьмем вам. Так. Вот же садится. Открывается? Ну-ка, покажи, что там. Ты пока поставишь. Так. Немного. Фишка. Так. Что там? А, это вкладыш. Это вкладыш, что там? Вкладыш. Так, а сейчас посмотрим, что тут там будет. Вкладыш. фигурка. Тут вот разные драконы, разные принцессы, домики. Поможешь, как все рассыпали? Что, все рассыпала? Что, мама полезла поднимать? А, еще там. А это инструкция, как делать вот эту вот девочку, которая нам попалась. На космолете на каком-то. Белочка уже собирает девочку, да? Ты собираешь? Ручки ставишь? Вот сюда. Так. Получается? А сейчас Белочка собирает набор, который называется глайдер Сиры. Кто такая Сиры? Спросите, Белочка. Сиры – это девочка. Она не просто девочка, а она относится к эльфам Земли. Для того, чтобы понять, кто такие эльфы, давайте я вам расскажу немножко предысторию. Вообще, линейка вот этих конструкторов, она посвящена приключениям девочки Эмили Джонс. Многие из вас слышали о ней, которая попала в удивительный мир эльфов с помощью портала. И теперь ей предстоит отыскать четыре ключа для того, чтобы снова вернуться домой. И Эмили помогают ее новые друзья. Эмили познакомилась в этой необычной стране с новыми друзьями – эльфами. Первый эльф – это Азари, эльф огня. Эльф воды – Наида. Эльф ветра – Эйра. И эльф земли. Фара. Давай, помочь тебе, да? Остальное давай пока делай. Я буду губу делать, а ты остальное будешь. Нет, не что, ну-ка, покажи. Так вот, у каждого из этих эльфов есть свои друзья, есть своя команда. И Сира как раз относится к эльфам земли, предводителем которой является Фара. Показывай, что у тебя там получилось. Девочка, покажи девочку. Ой, какая хорошенькая, да? Так, ну давай, одевай туловище. Голову на туловище одевай. Ну как, ну давай, как. Может быть там что-то еще должно стоять? Да, какое-то крепление должно стоять. Сира – это необычная девочка. А прозвище у нее, знаете, какое? Тоже необычное. Медная ветвь. Она совершенно не похожа на другие эльфы в земле. Это такой небесный капитан, который редко использует свою земную магию. Она любит проводить время высоко-высоко над землей, летать в облаках или взбираться на горные вершины, любоваться звездами. Потому что она опытная скалолаза и легко конструирует летательные аппараты, легко пилот. Она очень любит свою дирижабль, любит птиц, других летающих животных, любит звезды, облака, телескопы, крыши домов, летающие машины. В общем, все, что связано с полетом. Она очень умная, наблюдательная, элегантная, грациозная, словно кошка. Она умеет решать проблемы, хорошо ориентируется в пространстве, как на земле, так и в воздухе. Это очень хорошие такие качества, на которые стоило бы равняться. Так, мне кажется, что-то у нее должно быть в руках. Ну, как ты считаешь? Видишь, такая девочка, у нее в руках, что ты наделаешь? Это картины, по-моему, держит. Но у нее есть, конечно, свои недостатки, как у любого другого человека. Она слишком прямолинейная. Все, что думает, то и говорит. Ну, папа, уйди. Правда? Ну, сейчас помогу тебе. Маня, почему она не хочет родиться? Сейчас спасательный. А вот и глайдер. Вот этот миниатюрный летательный аппарат зеленого цвета, который специально приспособлен для сиры. Этот летательный аппарат, он оснащен посадочным местом для сиры, двумя золотыми крыльями, а также белыми перышками, хвостовой части. Да? Сделаешь сама? Ну, прикрепишь крылышки? Вот эти вот. Мама, сама. А, мама, это вот так называть. Так, может быть. Вот так. Так, мы еще не доделали машину, поэтому ее пока садить не надо. Давай приделаем крылья. Крылышки, давай сделаем. Садить. Надо сначала сделать сама вот этот звездолёт, а потом уже посадить. Да? Давай не будет такая кутишка. А как она? Да. Без головы, что ли? Просто головы. Нет, так не дело. Да, это так дело. Так, неправильно. Правильно. Неправильно. Вот такую необычную девочку по имени Сира сейчас конструирует Белла и ее летательный аппарат. И на этом летательном аппарате она летает, где только захочет. Следуя вот этой инструкции, у нас получилась вот такая вот девочка. Я летаю. Пока, друзья! Пока. Прилетай к нам еще. Пока.